Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Павел, и сегодня мы начинаем новое прохождение на канале, для многих, наверное, оно долгожданное. Это игра под названием Darkness of Wind 2, The Dark Lineage. Собственно говоря, те, кто не знает перевода, тьма внутри, тёмная родословная, линейдж. Хотя официальная локализация говорит, что это тёмное наследие. Но наследие это, как мы знаем, слово Legacy, потому что, например, многие играли такую игру, как Legacy of Kain, наследие Кейна. Ну, кто не играл, поиграйте, хорошая игра. Даже серия игр хорошая. И, собственно, пару слов об игре, прежде чем начать. Эта игра вышла в 2010 году, если быть точным, это 28 мая. Локализатор у игры, по-моему, компания Бука, если я не ошибаюсь, или Soft Club, к сожалению, не посмотрел. Я перед записью, за кадром, перед записью не посмотрел, что да как. И, как вы видите, у нас эта игра вышла в Стиме. И переиздание, как вы видите, немножко дополненное. Как раз таки для Стима. Вот у нас интерактивное менюшка, в оригинальной игре этого не было. Кто не смотрел прохождение первой части, обязательно найдите на канале, оно есть. Вот. В свою очередь, что... Так, сейчас. Вот так вот. Наушники я поправился. Хорошо всё. Немножко наушники сползли. Собственно, обязательно посмотрите первую часть, чтобы понять, что происходит во второй. И, собственно, что... Данная игра, как я и говорю, вышла в Стиме. Сначала вышла первая часть, теперь вышла вторая. То есть, игра появилась в Стиме, и теперь не надо искать какие-то неработающие пиратские репаки на непонятных торрент-трекерах, которые уже 10 лет забыты и закрыты. И, тем более, сейчас антипиратский закон, который не пускает нас на такие сайты. Вот. Теперь можно игру купить в Стиме. В принципе, за вполне себе даже дешёвую цену. Данная игра всё ещё квест, но геймплей немножко, то есть, другой. Хотя, в принципе, чё я говорю. По ходу игры разберёмся. Как обычно, издатель в игры тот же, разработчик тот же, собственно, что и у первой части. Ну и герой, собственно, тот же самый. Говард Лорейд. Уровень сложности. Как я и говорил, мы будем обе части этой игры проходить на самом сложном уровне сложности. Почему я, опять же, сказал в первой части игры, в самом начале. Забыли, ребят, посмотрите. Не смотрели? Посмотрите. На канале это есть. Найдите, пожалуйста, в плейлистах. Не знаю, почему, кстати, у меня плейлисты на канале немножко некорректно отображаются. В плане, пока не нажмёшь отображение всех плейлистов, они не отображаются. При том, что у меня стоит по умолчанию отображение всех плейлистов. Не знаю, видимо, это какой-то баг внутренний Ютуба. То есть, от меня это не зависит. То есть, я смотрю, у меня всё нормально. А многие люди мне говорят, что, типа, это не так. Заходил, да, с другого компьютера всё плохо. Захожу я, то есть, показывает, как видит ваш канал другой пользователь. У меня всё хорошо. То есть, мне показывают так, как нужно. Не знаю. Видимо и правда. Какая-то политика Ютуба, направленная на ущербность. И... Занижение возможностей авторов. Для выпуска своих... Эээ... Видео и... Своего контента в целом. Неважно, какого содержания. Просто... Такая политика. Ладно, поехали. На старшем детективе... 60 фпс у меня картинка выдаёт. Хотя... Когда у нас было интерактивное меню... Было 28. С чем это свет? Что вечно ждёт, не может умереть. И в вечной бездне гонит даже смерть. Такая вступительная строчка. Скорее всего, откуда-то из Лавкрафта она взята. Говарда Лавкрафта. Его произведений. Так. Если вы не против, я немножко... Поп... О, это кто такой там прыгает? Я, кстати, когда... Я говорил, я играл в эту игру давным-давно. Но я не помню вот этого прыгающего. Значит, этот прыгающий чувачок... Какая-то часть дополнения... Стимовского переиздания этой игры. Так, ребятушки. Смотрим пока... Внимательно. Интро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, как обычно. Много всего. Мало понятного. Ну и судя по всему, наш герой очнулся. Это ещё что? О, где я? Ах, голова раскалывается. Ах, голова раскалывается. Последнее, что я помню, я в психиатрической лечебнице. Как я оттуда выбрался? Моё исчезновение наверняка вызвало там целую бурю. Меня, наверное, уже ищет полиция. Не представляю, как и когда я сюда попал. Что со мной происходит? Такое чувство, как будто я теряюсь сам себе. Скоро меня совсем не станет. Похоже, боль отступает. Мне стало немного лучше. И, собственно, вот так вот. Как поскольку у нас полная русская локализация нашего героя. Чего-то здесь не озвучили. Я буду его озвучивать в такие моменты. Так как посчитаю нужным, видимо. Хотя я помню, вроде бы он тут должен был говорить что-то. Но, опять же, это было в английской локализации. То есть я играл эту игру полностью на английском языке. Ещё раз повторюсь, для тех, кто забыл. Либо вообще не в курсе. Потому что не смотрел первую часть. Вот. И здесь у нас в игре управление на манер какого-нибудь шутера. То есть вот мы можем ходить вперёд-назад. Осматривать все, как говорится, стороны горизонта. Даже бегать можем. Кэпслог зажать. Кэпслог О. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Собственно, давайте мы немножко эти обучающие подсказки пропустим. То есть повуполняем, что им надо от нас. И они исчезнут. Так. Так. Шкафы и ящики. Шкафы и ящики. Так. Ну давай вот это вот. Так. Верхний ящик ты хочешь открыть? Угу. Так. возьмите бумажник взял закрыть некоторые предметы можно брать и бросать или тащить тоже левой кнопкой мыши возьмите ящик так а почек подожди чем я текст немножко не помещается странно игра говорят немножко не рассчитано put full hd не знаю почему где мы разработчики этого не доглядели и ведь я не могу включить сглаживание почему-то в игре странно так ящик правая кнопка мыши у нас как обычный инвентарь все дела так на стучу и сейчас окно у нас видимо балкон какой-то второй этаж окно заледенело судя по всему зима так обучение давай все заканчивайся просмотр да все я что господи как они не достали колесико кстати по моему не было колесико раньше так возьмите фонарь господи как именно достали фонарик отлично а этот в смысле фонарь фонарь похоже еще работает так шорохи вот у нас лампы на манер амнезии то сети она тут только в отличие от имнезии она здесь не кончается насколько я помню то есть она бесконечно это хорошо это очень хорошо тут у нас ничего нет закрываем кто закрыл створки чемодан а мы не лучше одеться шо говард нас был в рубашке теперь идем в каком-то плаще судя по всему крайне мере по рукаву я могу понять что это какой-то плащ правда зимой в плаще ходить довольно холодновато будет кстати лампа такая же как у нас да ну да еще нас в игре есть фонарик а вот то есть действие освещения взята на манер пенумбры то есть помните там был фонарик у которого кончались батарейки но он светил вперед и далеко и там была люминесцентная лампочка либо fire который светил вокруг нас но недалеко но при этом вокруг нас полностью а то есть фонарик допустим вставим в темное место да видите внизу ничего не видно и вверху тоже а вот с помощью фонаря все видно со всех сторон это очень здорово так тут у нас ничего нет это картошка судя по всему а да ребят от стартовая локация поэтому тут нечего опасаться немножко он так подскажу что вы думаете там крики какие-то шумы там лязги кто-то ходит а я тут такой как дурачок а мне сейчас он не нужен видите говард у нас тут у нас и дал какой-то высеченный из камня идол при одном взгляде на него у меня мурашки кстати говоря вы узнали это идол из первой части то есть помните там были статуэтки из дерева вот это тоже самое ну по крайней мере я так думаю а дверь заперта жаль и да как оказалось но я уже записывал эту серию один раз поэтому немножко пробежимся некоторое время в игре быстренько а фонарик в этой в этом стим издании почему-то не бесконечный то есть он кончается то есть раньше я помню по моему фонарь был бесконечный и как видите тут вот есть ник некоторые недочеты типа опечаток видите сначала я знаю процента потом 99 это вообще никакие ворота не лезет так и собственно самое главное у нас есть записка точнее конверт а в нем записка собственно город я понимаю ты растерян но мне придется быть кратким нет никакой возможности объяснить все а в одном письме остальное расскажу тебе позже я доставил тебя в этот дом чтобы защитить тебя дом принадлежал моему недавно умершему другу он стоит стоит в уединенном месте так чтобы так что ты можешь спокойно отдохнуть шум я дал тебе средств от которого ты на какое-то время заснешь на день-другой наверное когда ты проснешься у тебя будет сильная головная боль и легкая тошнота не волнуйся это нормально и необходимо чтобы оставить тебя не тронутым со временем ты поймешь о чем я говорю а наши противники очень сильны но я тоже сумел выучить парочку старинных трюков а я оставил тебе билет на поезд и бумажник в нем есть нет немножко немного денег в шкафу висит чистая одежда а когда проснешься сразу отправляйся в архамент а не пытайся вернуться полиция тебя ищет и ты знаешь что у них есть связи даже в полиции а я встречу тебя в городе это место в общем ты поймешь когда туда доберешься как только приедешь в архамент иди в перчервей и попроси книгу под названием воспоминания о былом она должна лежать специальном металлическом ящике книга играет решающую роль они не должны и завладеть будь осторожен в этом городе чужаков там не любят не говори кто ты они могут скрываться среди горожан поэтому потому что им тоже нужно эта книга ты должен быть храбрым и сильным тогда мы сможем вместе закончить это кошмар дело целиком зависит от нас ты сам знаешь езжай туда и жди меня я тебя найду а будь предельно осторожен лоутнолдер как вы помните лоутнолдер это человек которого в течение всей первой игры мы разыскивали разыскивали и в итоге не очень то и разыскали ну точнее как там было дело по сути как мы с ним связались закрутила вся вот эта баламутная история по поводу самого говарда со всех вот этих непонятных сектантов всех вот этих непонятных вещей и в общем то дело принял крутой оборот то есть я думаю вы помните кто не помнит еще раз повод посмотреть прохождение первой части а вот и у нас в этом письме есть несколько зацепок во первых так вот неудивительно что у меня голова раскалывается мне дали что то чтобы я остался нетронутым что это значит это намек на случай когда я терял над собой контроль а подсказка кстати говоря подсказки тоже сделали по-другому не было раньше красной вот этой а ленточки маркировочки ну да ладно так сейчас минуточку так вот немножко получше будет так что еще не привыкся новым наушникам надо маленькой настроить под себя вот так и кстати говоря да как вы помните в первой части у нас город отличался тем что сначала он заснул на два дня потом на три дня потом на четыре то есть он любил поспать как обломов много-много дней подряд и ничего не делая ведя свою так сказать двойную жизнь и собственно нас есть еще одна тут подсказочка архамонд я ничего не знаю я а я ничего о нем не знаю но у меня такое чувство словно я слышал короче говоря слышал про этот город раньше это еще одна подсказочка про этот городок ой футу не пресс городок смысле так хватит меня идти короче говоря ты вообще как меня короче грят достал этот текст весь это вообще ужас с этим подсказками тут у нас еще есть подсказка про и к тег 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 это где у нас это пир червей вот пир червей это то самое место в письме было написано что я должен немедленно пойти туда и получить книгу воспоминания было шо а и пик ты его я про это ничего не знаю как какое то может быть отношение какой то может иметь отношение ко мне безумие и у нас есть тут одна скрытая подсказочка как вы знаете я уже говорил что если мы будем играть на легком уровне сложности город никогда ее не найдет но письмо от лота ноутера а лолк ноутер это скрытая подсказка то есть она не очевидна то есть если бы у нас здесь было вот этот в левом нижнем углу экрана собственно на кнопку пробел у нас было бы авто исследование документа мы бы выделили бы все подсказки кроме последней так у нас раз два три 4 5 да все фонарик мы пока выключим сколько у него осталось в принципе нормально в этой игре кстати по моему если я не ошибаюсь можно найти аж целых три фонаря то есть авторы этой игры рассчитывали наверно на то что их невиданная щедрость будет каким-то образом отмечена отца особенно но не знаю как это можно отметить особенно потому что в игре вы не найдете батареи к фонарику но вы найдете зато целые фонарики не тронуты и у нас тут есть кстати говоря пасхалочка вот она сразу на первой локации сразу пасхалочка подымаемся и секрет тебя почему-то мне не пишут вы нашли секрет почему мне не пишут этого очень странно раньше писали так подожди у меня может выключено что-нибудь нет ну-ка плащ подсказки обучить нет смотри ничего нету странно так это еще что здесь повсюду разбросаны кости хорошо еще ничего хорошего на самом деле страшно а людоедские ритуалы похоже у покойного владельца этого дома были странные увлечения согласен он зато наверное умер питался питался съел какого дистрофика наркомана и все где-нибудь среди вот она вот это тот парень это был дистрофик наркоман ой что-то картинка какая-то как будто растянутая но правильно я говорю игра не оптимизирована учитывая состояние этого места не хочу знать что под этой тканью и мне кажется игра правда не оптимизирована под full hd но играть на меньшем разрешении я не буду потому что как бы 21 век 2014 год а действия игры 2012 происходит если я не ошибаюсь было 2011 а если сейчас зима то получается 2012 но в смысле в игре в жизни тоже зима как раз так ну и вроде бы все посмотрели да и вроде как мы больше к этой пасхалки вернуться не сможем то есть посмотрели поняли что здесь было кто тут жил и вроде бы все так ну-ка досмотр они не смотри можно еще открыть надо короче говоря просто ящик подставить так то все можно а странно да что в первый раз видите пациент они это нормально а хотя с первого раза ведь он вообще с пола достал странно ну ладно это дело принципа так дом видимо очень загажен ну да видимо хозяин умер о погоне что кто-то был недавно благодаря камину здесь тепло судя по состоянию дров его разожгли совсем недавно мне очень нравится как потрескивать дрова это так успокаивает до горд я с тобой согласен общая думаю если бы у меня там были было бы возможность я бы дома поставил такой настоящий камин потому что это на самом деле интересно и вполне себе очень уютно создают уют комфорт и да еще тепло халявное снаружи разыгралась буря слышу как ветер гонет деревья это хорошо что ты не на улице потому что город как мы знаем тебя пальцем ткни ты сразу а в обморок и падаешь но по крайней мере мере это было в первой части как она сейчас сказать не возьмусь потому что вдруг у города характер закалился представляете представляете у него короче говоря за первую часть характер так закалился что вообще стал работа выходить и так никого не боюсь все а тут грязь и пахнет ужасно здесь что-то протухло знаете мне почему-то вот эта вот кухонка напоминает деревню из резиденты волос 4 там тоже было грязно ужасно плохо все везде ржавый нож на вид до сих пор острый над я не знаю как говард но я бы но же прихватил хотя он может быть знаете как герой шороха как там нет я могу пораниться хотя не герой шороха молодец он ходил с ножом он все-таки взял нож но он боялся им пользоваться флаконы без этикеток слушай это плохо тут может быть уксус может быть вино может быть лежалый кусок хлеба покрыт плесенью это хлеб ужас что-то протухло может быть тут мясо слушай давай посмотрим может тут какая-нибудь еще скрытая пасхалкой да кстати ребят вы тут первых двух ачивок и steam овских не увидите при прохождении потому что пока я записывал первую серию она у меня что-то плохо записалось только первые 15 минут не знаю чем это было связано но записывал собственно другой программой где запись сейчас фрапсом пользуюсь собственно только первые 15 записались и самый интересный звук ты записался а видео нет но как бы нибудь там ничего подстроить я просто решил заново начать да еще похоже мне остается только уйти отсюда и отправить 40 команд так я смогу найти ответы на свои вопросы а вообще кстати говоря было бы неплохо если бы авторы игры немножко дали понять в какой же стране мы находимся день 1 неприятное путешествие на поезде в незнакомое место а 21 февраля 2012 года кстати говоря город такой бесстрашный 2012 год когда ты садишься на поезд тебя все-таки могут арестовать спокойно то есть полиция ищет а полиция не просматривает поезда что ли очень странно но я такой а может быть надо спросить что я такое я уже не знаю чему верить зачем все это случилось со мной я взял одно дело и это положило начало череде событий приведших меня психиатрическую клинику в элс мод с диагнозом раздвоение личности проклятое дело о беглом частном сыщике лоутин олдере который снова пропал не успев вернуться из своего странного путешествия в неизведанные дальние пределы сначала я думал что просто устал но мне становилось все хуже и хуже я терял контроль над собой я целыми днями спал опроснувшись чувствовал что устал еще больше эти сны они становились все безумнее мне снились невероятные страны где я никогда раньше не бывал что еще невероятнее в этих снах присутствовали вещи связанные с историей моего рода например фамильное кольцо кольцо на котором вырезан герб нашего рода то самое которые вручают каждому члену семьи когда ему исполняется 12 лет потом я стал слышать голоса зовущие меня по имени издалека и все-таки совсем рядом голоса которые слышал только я голоса из тьмы таящийся во мне так я оказался в маленькой белой палате в лечебнице готовый окончательно потерять контроль над своим разумом и исчезнуть а теперь я здесь на поезде идущем в неизвестность что мне делать я знаю одно я должен положить конец этому кошмару ну и тут нам как видите город немножко рассказал своих был их приключениях из первой части лишний раз значит это вокзал у меня нехорошее предчувствие собственно рассказал о своих был их приключениях из первой части лишний повод вспомнить что же с ним творилось и как вы видите опять же вот эту заставочку немножко переделали то есть она это еще и нажимая нажимая на единицу забыл что на f1 надо так когда вот подхожу к поезду меня fps 60 когда смотрю на стену у меня fps 30 а когда записывал первую серию так подожди да 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 смотри разработчики короче говоря пока я записывал первую серию надо было два дня назад они выпустили кучу патчек этой игре то есть они там весили буквально мегабайт пару мегабайт но суть в чем вот эта лампа она короче говоря раньше торчала из стены теперь она нормально светит это очень круто то есть разработчики прислушиваются к мнению так это судя по всему какой-то торговый автомат это у нас что это затмение а как вы помните городу снилось затмение а поезд судя по виду этот поезд готов развалиться в любую минуту на вокзале вылсмата мне сказали что поиск ходит всего два раза в день так что если я мне почему-то придется бежать на железную дорогу рассчитывать не стоит нет но почему город смотри короче побежишь по железной дороге а вокруг нее как обычно лес бывает ну то есть во всех населенных пунктах на крайне если есть те станция железнодорожная то там обычно лес ты бежишь по железной дороге скрываешься в лесу и в принципе тебя не найдут наверное не знаю скорее всего вариант неплохо если не садится на поезд похоже когда поезда ходили здесь часто теперь всего два раза в день неплохо о похрапываем бедняга думаю он бездомный слушая могу него это не дает мне обокрасть бездомного странная граффити да уж какая-то рожа это перед поезда я думал ты назад так отчету подожди тут еще чуть есть я могу так ну на рельсы я прыгать не хочу кстати в этой игре мы все-таки можем прыгать и бегать и это очень здорово а машинист куда-то ушел покурить видимо ладно а может быть у нее тут дом машин как дальнобойщик приходит домой это покушать попить поспать по человеческий вокзал архамонда архамонда так почините лампочка ребят тихо такой кстати блум ничего не видно впереди на улице снег знаете такое даже как там 21 декабря в игре да по моим до 21 декабря вроде или ноября или декабря короче говоря по моему как под рождество у них тут я думал ты на него посмотришь ну а ты тут у нас все грустно печально так меня тут не пришпарит нет уэлс модели а кстати говоря в элсмот а почему в элс модели если мы уехали из элсмот а собственно приехали в архамонда странно или это наверное в элсмот типа как главный город в области то есть этим он как область что ли как графство княжества как короче говоря мне кажется мы дело у нас происходит в англии где-то как то так но не в америке точно по некоторым скажем так объективным причинам от одного взгляда на это граффити покрывать холодным потом да ты так туху какой-то или это какой-то мракобес это чау-чау какой-то барбос не знаю это что такое страшное непонятно у меня 60 фпс здесь в этом коридоре нормально а нет опять 40 ну хотя записи я поставил на 60 странно до этого записывал было как разки 60 все время так городок тихий видимо малонаселенный это место кажется мне почему-то знакомым как будто я уже был здесь много лет назад ночь первое прибытие в старый тоскливый городок архамад хорошо ну и первым делом пойдемте-ка мы осмотрим окрестности вы скажете да как так передачать кстати гравите подъезды завалены двери в подъезды завалены и снегом сугробами сугробами и чем-то найти похоже вот так вот взять похоже какие-то дворы из 90-х в питере какого-нибудь вот как-то так не внизу почему-то мне вот именно этот сейчас напомнил какие-то вытяжки вентиляционные но пир червей это то самое место давайте похоже пока закрыта у меня нет выбора придется искать место где переночевать и надо спросить кого-нибудь когда он открывается кажется из магазина донесся какой-то звук он напомнил мне придушенный крик поняли вот эта подсказочка ребят она ключевая она как короче говоря помните про артура в течение всей игры мы собирали там подсказочки в конце кое-что надыбали про артура а вот тут эта подсказка скажем так тоже основополагающе то есть она нам долговечную дорогу даст наши приключениях кстати говоря если раньше я вот помню играл я если два раза два раза нажму ну через через раз короче говоря на четное количество раз нажму все время был крик а теперь нет это видимо пофиксили в принципе до версии игры 20 а раньше она была 1.4 5 2.0 чем принципе гордо фонарь не горит между прочим непорядок непорядок так тут еще а мне совершенно незачем покидать архам ну да ты только приехал у тебя тут есть дела вот этот автомобиль ребят мне знаете чё напомнил мне напомнил игру медаль за отвагу underground на 1 playstation то есть я думаю кто играл те вспомнит такую игру а не запомнилась мне какие-то там супер геймплеем или еще чем-то да это было круто там джойстик еще вибрировал когда нас там на какой тим g42 садишься за пулемет и мощишь нацистов это было круто но мне большая игра запомнилась от именно чем бы так как сказать музыкой музыкальном сопровождении то есть она была бесподобным так включим бег принципе чё нам тут а даже откуда тут свет вообще так ну допустим там лампа я нифига лампа мощная смотри она короче лампа брала есть сквозь и этот бетон просвечивать и чусь и это путь городскую канализацию нам туда не надо мне туда идти не нужно ну и ладно хотя я бы прогулялся но лучше днем лучше днем прогуляться потому что мало ли в подворотнике гопники нас поймают а говард он пистолет уже он не брал когда был на службе в полиции теперь он беглый пациент клиники отстранена от работы в полиции и похоже еще кого-нибудь подозреваемый в каком-нибудь деле а еще наверное по совместительству парень которого обвинили в каком-нибудь сфабрикованном деле статуя воющего волка когда я был маленьким отец рассказывал что в некоторых деревнях под вылсмотом люди верят мифы про оборотней кого-то люди подвержены ликантропии через древние шаманские ритуалы обретают тело свирепость и силу волка вот не говард есть что нравится он на не помнит того что с ним было он не знает как с ним связана вся эта история чертовщина но он помнит рассказы отца то есть вот как как это вообще возможно это та же самая машинка это какой-то это какой-то газончик старенький газончик из автошколы примерно на таком меня учили ездить свое время полиция проходу же по моему надпись идет типа и на русском и на английском ну-ка полиция проход закрыта так все нормально а смотри-ка сразу 60 fps короче без фонаря а с фонарем свои 40 ты еще-то короче графа над не очень конечно тени в игре могли сделать и получше да ладно баги лаги хотя я думала разработчики к этому прислушиваются даже в стиме комментарий написал отзыв полноценный об этой игре что я думаю как что почему и зачем но нет сушил представьте себе вот жить вот допустим на первом этаже да вот этого здания хотя окно вот сюда выходит мне кажется было бы ущербно как минимум вообще здесь люди судя по всему очень такие доверительные потому что решеток на первых этажах я нигде не вижу у нас короче в городе где пройдешь вообще вот там я первый второй этаж вообще все заколочены как будто там не знаю да наверное близко подойдешь еще турель какая сработает автоматическая там или минув тяки нет гранатомет какой сработает прям серьезно мне прям страшно проходить мимо таких домов гостиница камфора на вид старая но видимо в гостинице мы будем начать зачем я нажал c я не знаю пойдемте внутрь как деревня короче приехали такие наш села со своей лампой дедовской смотри короче меня есть лампа о здорово мужик фига у тебя посуда золотая у тебя еда золотая посуда ты короче из этого из мифа про золотую руну да или нет ты как царь ты там был мифы древней греции да там короче царь ты был который хотел все в золото превращать как его звали ребят ну-ка напишите ух ни хрена тут короче говоря прожектор парис хилтон так тут никого нету ну тут видимо баги да баги как были так и остались и не знаю что разработчики исправляли но видимо что-то совсем критичный раз были патчи на эту игру они были а их было штук 5 наверное а не знаю скучает у него хлеб судя по всему тоже к это залежавшийся заплесневелый он сидит на ней думает как я буду есть этот хлеб мне же нету зубов а я же не ходил к стоматологу меня нет денег на то чтобы сделать я вставную челюсть чувак ты на вес кера похож который альберт потом стаканы роняет еще не хотите со мной но поговорить ну короче старый радиоприемник так мужик простите чем могу помочь я ищу место под названием пир червей старый книжный он в переулке прямо возле гостиницы только он уже наверное закрыт хозяин болен поэтому уходит рано какая неудача тогда наверное я сниму номер если можно разумеется сколько дней вы намерены здесь провести не имею ни малейшего желания застрять двигатель на фух это сказал хорошо это будет стоить 50 бачей да ты чё недороговато для такого места нет на самом деле это очень дешево для таких чистых уютных комнат не успеете устроиться как почувствуете себя как дома хорошо вы меня убедили пожалуйста все равно выбора у меня нет как я понимаю спасибо сэр ваш номер на втором этаже первая дверь направо ты вы мне хоть на первом этаже дал я у нас уставший с дороги нет не хочет три короче это близнецы это клоны при 1 2 ну там все понятно так пойдем закрой за собой дверь так тут у нас газетная вырезка тут у нас где-то у нас было зацепочка в этой газетенке вырезки точнее с газета ребят читайте на паузе тела найдены в лесу принадлежат неизвестны могут они быть членами секты скорее всего очень интересно полиция говорит не советует ходить в лес невооруженным то есть смотри полиция открытым текстом говорит не выходи из дома в лесную ну скажем грубо говоря в лесной массив без оружия представляешь полиция 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 это орган такой знаете это не армия которая призывает всех хвататься за оружие а собственно такой скажем орган который промежуточный между совсем чем не таким мирным типа армии спасения и регулярной армией которая все время наоборот только кровопролитным путем решает все вопросы так вот это полиция то есть она должна все мирно урегулировать урегулировать при этом нести порядок людям так первая направить моя сейчас посмотрим все остальные кого не хочу беспокоить для господи город они те на борт рады будут скажут кость пришел как хорошо это не моя комната почему-то кстати двери подсвечиваются одни а другие нет особенно тут вообще прям фпс к вообще в новых 60 улыка ну да 50 долларов полтинник что же полтинник потратили вот на такое убожество хоть лампа есть верху хоть свет горит то хорошо этого следовало ожидать это место вызывает у меня странное чувство будто я уже забывал здесь я не могу вспомнить ничего конкретного знаешь город я думал ты сейчас скажу типа этого следовало ожидать говеный номер за 50 баксов не он вообще не волнуется по этому поводу но в принципе ему деньги оставили то есть это не его деньги от человека какая-то золотая книга тут блин какое-то свечение в игре вообще невероятно сделано то есть раньше такое но не было телефон на вид очень грязный не думаю что он работает вот вам и подсвечник вот вам собственно и all inclusive как говорится ну да разбитое зеркало все дела у сдул унитаз золотой смотри он светится в темноте он реально золотой ничего золотой унитаз как в этом наша расширяется судьбы неплохо так тут чем тут это я уже тоже читал на ребят читаем на паузе на вам 5 секунд даю 5 4 3 2 1 молодцы вы прочитали на паузе теперь собственно так вот невероятно в таком древнем городе как этот они умели использовать силу пара заметка мы ее подчеркнули все хорошо кстати говоря подожди кстати говоря вот еще один фонарик в игре мы будем коллекционировать фонарики так эту нашу играть у нас проект комаров москитол какой-то или этот как как комаров жидкости называется тараканов раньше дихлофос во точно дихлофос дихлофосом вы всех травить убивать слушая возьми смотри я там же короче спички есть и дихлофос то есть к нам кто нибудь ночью заберется короче мы оба ну и как бы человек который к нам забрался пожалеет обо всем на свете но я думаю тут парам первую серию заканчивать тоже уже 47 минут так что всем большое спасибо за внимание оставляем свои комментарии подписываемся на канал кто здесь впервые как обычно ставим лайки советуем друзьям не забываем о том что существует еще группа в контакте группа в стиме туда тоже вступаем заходим читаем интересные новости общем все дела как обычно так что всем большое спасибо с вами был павел всем пока